Референдум по строительству АЭС будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан из списка. Всего проголосовать смогут свыше 12 миллионов казахстанцев. Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным принять меры для того, чтобы общенародное волеизъявление прошло на высшем уровне. Он также отметил, что необходимо качественно реализовать послание президента, поскольку в нем указаны не только приоритеты, но и четкий алгоритм действий, направленный на всестороннее развитие. Глава Кабмина подчеркнул, что структурные изменения уже позволили снизить долю горнодобывающего сектора и ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности. А успех в достижении результатов во многом зависит от работы на местах. Серьезный потенциал устойчивого роста экономики мы видим в освоении высоких переделов. Глава государства четко акцентировал внимание на тех проблемах, которые требуют наибольшего сосредоточения усилий правительства и акиматов. Всем государственным органам необходимо детально проработать поручения главы государства и определить конкретные пути решения поставленных задач. 17 прорывных проектов утверждены правительством в секторе металлургии, нефтепереработки и нефтегазохимии, машиностроения и химической отрасли. По каждому из них утвержден детальный план реализации. Мониторинг осуществляют члены инвестиционного штаба. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Объем производства автомобилестроения, по его словам, вырос на 30%. В ближайший год планируется ввод в эксплуатацию двух крупных проектов общим объемом производства 160 тысяч единиц. Также до конца 2025 года планируется реализация 10 проектов по производству автокомпонентов. Продолжение следует...